Ну что, сегодня голубая луна, и очень многие меня спрашивают, а какие ритуалы можно сделать? Ну, таких ритуалов, например, на привлечение любого желания, конечно, очень много. И, ну, в основном я работаю с русскими рунами, но есть ритуалы, которые мне тоже интересны. Я хочу сегодня как раз этот ритуал попробовать. Сейчас я его вам предложу от победительницы 22 сезона «Битвы экстрасенсов». Сейчас переходим, смотрим, записываем, что она говорит, и сегодня вечером мы это делаем. Итак, до новых встреч! Берём миску с водой. Лучше стеклянную. Ну, можно взять большую чашу или, может быть, пиалу. Наливаем в неё самую обычную холодную воду из-под крана и поставьте её просто на стол. Зажигаем новую, внимание, новую свечу, не ту, которая у вас когда-то участвовала в ритуалах. Можно из воска, можно церковную или не восковая, но тогда берите её белого цвета, если, например, она у вас парафиновая. Любая свеча, которую вы выбрали, не должна быть, ну, такой большой, чтобы вам не ждать долго, ведь в ритуале она должна догореть до конца. Большие свечи, как правило, дольше горят. Вам понадобится один цветок белого цвета. Можно взять его, например, из букета, который вы приобрели для первого сентября в школу или сад. Можно просто купить отдельно специально для этого ритуала один цветок. Цветок любой, главное, белого цвета. Он может быть тем, который вам нравится. Важен лишь цвет его лепестков. И, самое главное, свежесть, чтобы он не был таким уже жухленьким, чахленьким и завявшим. Вам нужны спички, вам нужен лист бумаги, на котором вы в итоге напишите в абсолютно произвольной форме то, для чего вам нужна энергия этого полнолуния. Я хочу привлечь в свою жизнь удачу. Да, это примеры. Я хочу наладить отношения с мужем. Я хочу вернуть дружбу с Колей. Суть примерно такая. Чем напишите? Тоже дело ваше. Это не принципиально. Вам нужно будет блюдца или пепельница. И какая-то емкость, в которую вы поставите цветок. И в которой он будет стоять в итоге в дальнейшем. Пока просто емкость и цветок без воды в нем. До ритуала цветок может стоять в воде. Во время практики, да, без воды. Это важно. Так. Миска. Да, проговорим про миску еще отдельно. С водой перед вами. Свеча стоит. Стоит в подсвечнике или в каком-то ином держателе. В стакане, в стопке, что угодно. Убеждаемся, что она стоит надежно. Не упадет. Потому что, на самом деле, это просто очень символ. Помимо того, что это опасно, да, это очень сильно отвлекает, когда свеча начинает падать. И ритуал идет не так. Убедитесь, что она стоит надежно и не упадет. Лист с вашими записями у вас готов. Зажигаем свечу. Ставим ее позади миски с водой. Но так, чтобы пламя нашло свое отражение вот в этой водной глади. Вам должно быть видно, как огонечек отражается в этой воде. Возьмите лист со своими записями в руку. И, глядя на этот отраженный огонек, скажите следующее. Вечерний свет погас нежно. Ночь наступает тихо. Под светом этой луны меркнут звезды. Под светом этой луны прошу ее силу. Прошу ее о мудрости. Прошу ее о подарке. Луна сила, что никогда не спрашивает. Она просто выполняет просьбы. Все, что нужно, это лишь загадать и отдать все огню. Вот такие слова. Возьмите их, просто перепишите, да. Пересмотрите это видео, но сделайте правильно и скажите правильно. И уже после этого аккуратно поджигаем свой листик. От этого пламени свечи и кладем его на... Прогореть, на блюдце, чтобы оно прогорело на блюдце или там в пепелицу. Если лист погас, подожгите аккуратно снова. Ничего страшного не случится. Наблюдайте за этим процессом и наполняйтесь намерением действовать в соответствии с тем, что вы написали на своем листке и что вы запросили. Свеча продолжает гореть, пока не прогорит полностью. Это важно. И напоминаю, будьте аккуратны с огнем. Вы в это время берете миску с водой и не спеша наполняете ту емкость, в которой будет стоять цветок. Если воды оказалось много, то остатки ее просто выливаете в раковину. И когда закончится вся ритуальная практика, не делайте этого, пожалуйста, сразу. Теперь вы берете емкость с цветком и ставите ее на подоконник. И там цветок будет стоять до тех пор, пока не завянет. И этот цветок – ваш дар Луне. Скажите ей об этом такими словами. Да, опять записываем слова. Луна, подруга верная, ты всегда рядом, ты всегда со мной. Верю в силу Луны и в себя, все преграды покидают меня. Вот такой почти стихотворный заговор. И когда цветок завянет, вы просто выносите его из дома и кладете под дерево или под куст, или под что-то живое, да, растущее. Любой, какой вам нравится, здесь неважно. Пепел, который останется у вас, вы смываете. Емкость, в которой он был, споласкиваем тоже водой с солью. Огарок можно просто выбросить в мусор. Никаких сложностей в этом я не вижу. Повторить этот ритуал можно в любую другую голубую Луну. Помните об этом и не забывайте, что у вас есть теперь ритуал на голубую Луну. А еще помните о том, что сила всегда только в нас.